Всем привет! Сегодня у нас вновь начинаются наши огородные дела. Не знаю, стоит ли говорить про то, что у нас опять сильный ветер. Сегодня у нас плюс 9 градусов. Уже я фуфайку свою сняла, но ещё прохладно, поэтому на мне две кофты, футболка и куртка ещё, олимпийка. Какие у нас вообще сегодня планы? Мы хотим... Первое, что сделать, это сделать новую грядку. Мама подойдёт, и мы посмотрим, где будет лучше перекопать и вот выложить такими же кирпичиками. Кстати, многие спрашивали, откуда у нас такие вот камни, где вы их берёте? Отвечаю, это плитка, тротуарная плитка. Её можно купить в обычном строительном магазине, там, где продают плитку, поэтому... Надеюсь, что ответила на ваш вопрос, на многочисленные ваши вопросы. Очень классная плитка, хорошо, что она у нас осталась, и поэтому мы теперь делаем из неё дорожки. Ещё мы сегодня с мамой обсуждали. Я говорю, мам, давай посадим немножко кукурузы. У нас кукуруза не очень растёт как-то, хотя мы первые годы садили её. И я говорю, мам, давай посадим вот в этом углу такой рядочек кукурузы. Пусть немножко будет, когда она вырастет, то, ну, я не знаю, какой она высоты будет, то она здесь немножко обзор закроет, и, думаю, прикольно будет. Так что если мы решим сегодня здесь сажать кукурузу, то придётся мне немножко тоже лопатой здесь поработать. Так, стоять. Хочу ещё вот что сделать в этом углу. Вот мы делали, да, в этот раз вот эти вот клумбочки. Я хочу здесь тоже эти кирпичи положить, чтобы было удобно ходить, потому что вот это всё сейчас грязь. Вот доложить вот здесь вот так вот такой в три ряда, наверное, будет. Гораздо удобнее будет ходить. Как вы знаете, небо над Азовским морем, воздушное пространство закрыли для гражданских судов. Ну, вообще, у нас здесь постоянно проходили какие-то маршруты, летала военная техника, и постоянно такой угол, но последние, получается, два дня у нас просто не прекращаясь. Видимо, летают военные самолёты, контролируют воздушное пространство, и просто такой шум круглыми днями, вот так вот не прекращаясь. Вот, считайте, вроде сказали, что до 2 марта будет закрыто воздушное пространство. А, да, ещё Керченский пролив и Азовское море тоже закрыли для судоходства. Я слышала, что, получается, в Керченском проливе скопилось где-то 70 разных судов. Вы представляете, что сейчас там творится, наверное? Ну, вот теперь мне нравится больше, что дорожка так выглядит. Гораздо удобнее будет ходить. Надеюсь, слышно вот этот гул. Просто вообще, да, такой громкий. Ну, да. Ну, это военные самолёты. Здесь знаешь, что я сделала? Здесь же я прокспериментировала. Просто сложила сюда, ну, траву всякую, хотела как бы, чтобы она перепрела. Ну, туда уберём пока, ничего страшного. То есть здесь хочешь грядку сделать? Ну, да, вот такую грядочку здесь. А это дерево, когда вымахает, будет мешать, нет? А ну, вымахает. Это же будет под деревом. Видишь, она ещё не перегнилась. Как там докопать, это ещё пока мы не знаем. Видишь? Я вот перекопаю, как видите, куда-то. Дамочка, что за черевички у вас земляные на лапках-то? Так, ко мне не подходим, меня не мараем. Ну, что ж такое-то, а? Ну, так, не подходим. Да что ж такое? Нет, нет, нет. Вот, видите, на лапах у неё такие черевички из грязи. Малыш их чистит. Это пока ещё не умеет. Поэтому... Малышка приходит, только выскабливает, постоянно сидит. Это не понимает ещё. У этой лапы очень-очень грязные. Они здесь летают, потому что здесь очень важная для России зона. Керченский пролив, Крымский мост. И мы в радиусе их, собственно. Ну и Крым, конечно же. Поэтому охраняют небо. Потому что в Чёрном море очень часто бывают истребители США залетают. В этом году так тоже очень частенько было в новостях, что выпроваживали этих американцев из воздушного пространства. Вот такая вот у нас получилась грядка. Выложила я её кирпичами этими. И сейчас буду перекапывать. Ну, неплохая. Мне нравится как раз. Мама сказала, когда этот чеснок уже уберём, то эти кирпичи можно будет подвинуть, и грядочка будет побольше. Так что начинаю перекапывать. О, какой червь! Я такой первый раз в жизни вижу! О! Что это? Это хорошо. А знаешь почему, Ксюша? Здесь же у меня было это... Ксюша, здесь же я ложила траву. Это всё они там ходили... Блин, показать что ли? Фу, я такой первый раз в жизни вижу жирного. Не пугайтесь! Это вообще что? Что за мутант? Бе! Фу, куда его? Ну, обратно. Фу! Обратно. Я как бы не боюсь их, но... Неприятно просто. Он какой-то сверхгигант. Ого, здесь сколько червей у тебя! Ксюша, а потому что что делать? Перепревалось там и всё это. Всё, грядка. Перекопано. Всё. Перекопано. Я решила дорожку здесь сделать. Не знаю, конечно, сделаю ещё картон старый, как советуют, чтобы трава там меньше росла. Ну вот, попробую, что получится. Не знаю, первый раз такое делаю. Если вы такое делаете, напишите, пожалуйста. Мне тоже очень интересно знать. Ну, я видела, что местные жители какие-то вот железки кладут, чтобы под ними всё не росла трава. А, да-да-да. Помнишь, мы как-то были? Да-да-да. У нас такого ничего нет. У нас есть просто такие вот камни. Плитка тротуарная осталась, которую мы убрали. На её место новую купили. Вот сейчас мы её используем везде в огороде. Нам нравится. Потому что, на самом деле, дождь пройдёт, но в огород не зайдёшь, как вот сегодня. Дождь тоже прошёл. Всё сыро, грязно. Малыша чистая. Лапы чистые. Вот чистые. А ты, грязнуля. Ещё здесь можно дорогу выложить. Начала копать небольшую грядочку под кукурузу, буквально для нескольких семечек. И что вы думаете, это самое тяжёлое место, где я копала в огороде? Просто очень тяжело идёт. Лопата не вставляется. Здесь потому что трава и корни, всё это переплетается. Я на ней прыгаю, но ни в какую. Очень тяжело. Земля ж тяжёлая. Там ещё земля плохая. Там ещё земля плохая. Там же ничего не садили никогда. Никогда ничего не садили и не пахали там. А, даже не пахали. А кто там около заборта будет пахать? Ну да. Поэтому она тяжёлая здесь. Очень. Кукуруза в этом месте — это мой личный эксперимент. Удастся он или нет? Ну вот посмотрим, когда будут всходить первые, собственно, росточки. Ну и потом, дай бог, чтобы выросла эта кукурузка большой и початки были. Как надо? Не так близко, на таком расстоянии, как укроп. Ну и так же сеешь. Ну так же, ну. Отойди, уйди, не мешай. Два ряда, да? Угу. Там уже сразу, да? Да. Ой, так мы же один хотели ряд. Один? Мы здесь хотели один ряд. А, ну давай один. Кинзы и два ряда репки. Ладно там. Ничего не будет такого. Будем сажать вот такую репку. Называется репа Петровская. Семена начинают прорастать при температуре 2-3 градуса. Так что самое то. Очень мелкие они. Очень мелкие. Семена слишком мелкие. И даже тяжело видеть, куда упали они. В этом с тобой помощницы. Друзья, я хочу попросить каждого из вас. Вот я смотрю свою статистику видео, что очень много тех, кто смотрят мои видео, они не ставят лайк, не пишут никакие комментарии. Не забывайте ставить лайки и что-то писать, делиться своим каким-то мнением. Потому что отклик от вас. То есть такая вот связь, чтоб она у нас всегда была. И на вопросы ваши, которые вы задаете, мы стараемся отвечать либо в комментариях, либо на видео. Так что есть вопросы, задавайте, ответим. Если человек что-то посоветует, мы даже ваши советы принимаем. Так что все пишите. Мы тоже чему-то учимся. Ну, конечно, мы же также перенимаем опыт у местных жителей, да? Конечно. Все знать нельзя. Вот что-то посоветуйте, мы к этому прислушаемся, можем на своем огороде попробовать сделать, да, например. Даже местные жители не все, например, что-то выращивают. Не получается что-то, поэтому не все так легко. Мама решила посадить еще цветы ноготки вдоль забора. Вот, сейчас займемся и этим. Они, конечно, сами где-то взойдут еще. Они сами всходят, но хочется еще посадить. Семена же собрала не зря я. Ну, ты прям садовник. Столько цветов у тебя. Ну, я люблю. Пусть цветут. Что? Хорошо же ведь? Ну, сходим их там еще. Сейчас покажу какие. Вот они, бери баночку эту. Вот. Где ноготки надо раскидывать в логороду, везде сходим. В логороди раскидаем, сходим. Просто виноград еще пока он вырастет. Еще зелени долго не будет. А ноготки взойдут и будут зелени. Сейчас еще перед домом там тоже где-то делаем. Пусть растут. Красиво. Около деревьев только. Там же папа будет косить траву. Семенажик. А вот это все черный семенажик. Конечно. Вот надо обязательно пройти там, где я посадила что-то. Проверить. Вот нельзя без этого. Мишка, иди сюда. Не ходи там. Зачем ты там ходишь? Сейчас привяжу тебя опять, Витя. Все. Сейчас надо будет все скоблитенье увидеть, Витя. Вся в шишебарнике, Витя. Понемножку так, чтобы где хватило. Пусть растут. Все. Скопать то грядку под кукурузу я скопала. И сейчас сидим обедаем. И мама говорит, а нужно ведь кукурузу-то еще проращивать, замачивать. То есть я подготовила грядку, сегодня ничего еще не смогу высадить, так что будем ее проращивать. Да, надо сначала замочить. Да, водички подержать ее. А потом будем еще в тряпочку ложить, чтобы она корешки дала. Потому что кукуруза, она такая ведь, вон какая. Хорошо, что вспомнили. Да, надо есть, чтобы она сама это проклянулась дома уже. После работы сегодня заехал по магазинам, купил продукты, ну и бытовую химию. По заявкам телезрителей купил вот порошок такой. Мы такой же покупали. Нормальный порошок. Мандаринки. Вот. Фрукты по яйцам. Мандаринки вот. Купил. Требку черную. Три штуки. Что-то мне захотелось так. Ну, можно будет натереть. С морковкой сделать там. Можно будет с очнями, с маслом, с солью. Такой хлебушек белый. Ксюша у нас любит белый хлеб. Любил белый хлеб. Купил черный хлеб. Вот булочку такую. Мы в тот раз покупали, нам понравился хлеб. О, вот такая штука. Купил минералку. Горячий ключевской называется. Вот такую минералочку взял. Бутылку. Так. А вот купил. Так. Дальше купил. О. Порвались. Пакет порвался. Что это такое? Пакет порвался. Были целые. Видимо, сейчас вон. А, да. Порвался, видимо. Ну, ладно. Сирные садки. Морковку. Оп. О, сколько. Морковки купил. Вылезло. Пакет порвался. Ну, это можно вот натереть будет. С речкой. Так. Потом купил уксус. Эссенцию вернее. Вот такую. Две бутылочки эссенции. Дальше я еще заезжал в мясной магазин. Купил колбаску. Купил вот такая колбаса. Мир индейки магазин называется. Колбаса сливочная. Вот столько такой кусочек купил. Так. И купил еще ветчину экстра. Тоже это в Мир индейки. Нам нравится. Вкусная и ветчина, и колбаска. В общем там хорошие. Купил вот такой еще сало кусочек в магазине. Вот. Вареное копченое. Мы в тот раз покупали. Нам понравился вот такой кусочек. Вот оно прослоечками. Вот соленого не было. Не завезли его. Купил вот такой кусок. Нам понравилось. Вкусное сало очень. С черным хлебушком. С лучком. Во штука. Вот такое. Постоянно сейчас будем покупать. Вот такие покупки у меня сегодня. Сегодня положили наши кукурузные семена уже в влажную тряпочку. Все будем ждать, когда появятся росточки. Сегодня обратили внимание, что у некоторых цветочков появились первые росточки. Вот они малюсенькие, малюсенькие. Даже камера их не хочет брать. Лучше. Приятного аппетита. Поехали. Приятного аппетита.